всем привет я рада вас приветствовать на своем канале я начинаю снимать очередную серию будней вышивальщицы сейчас я села для того чтобы повышевать процесс ракушки от dimensions и мне пришла в голову идея показать вам свое рукодельное место моими глазами показать вам мои именно у меня же серия это называется будней вышивальщицы вот показать где и как проходные будни вышивальщицы это не будет обзор моего уголка я просто хочу показать именно мое рабочее пространство как я его вижу и что у меня здесь находится в момент когда я вышиваю ну если повезет если еще в эту серию попадет поездка на дачу то я вам покажу как это выглядит на даче это будет на контрасте конечно вот значит как я вообще все это вижу у меня стол стол белый обычный от икея на столе я раскладываю схему здесь у меня вот так же присутствует магнитная доска я вышиваю только по бумажным схемам поэтому вот так на столе это схема всегда разложена вышиваю я не на станке у меня очень давняя старая привычка то есть поскольку я вышиваю много-много-много-много лет тогда еще ну практически не было таких всех станков и у меня привычка которая есть и по сей день и мне удобно только так вышивать то есть я вышиваю на раме которая либо лежит на столе и я вышиваю в две руки то есть рама упирается в стол и другим краем она мне упирается в живот соответственно я одной рукой держу как бы снизу подхватываю иголочку и второй рукой но я сейчас не могу это показать то что я одной рукой снимаю ночью а правая рука у меня вот здесь сверху и я вот так вот вышиваю и все достаточно быстро удобно получается со стороны может быть это смотрится конечно странно но я так привыкла и вот я пыталась я покупала себе станки мне неудобно станки вот я привыкла вот так за столом вышивать и все меня уже не перевоспитать и я даже не буду пытаться потому что я своей скоростью вышивания довольно мне так удобно и хорошо как это как в той шутке да давайте не будем как лучше и пусть будет как хорошо так вот у меня здесь лежит рама с вышивкой схема за которой я слежу дальше так это я сейчас еще расскажу обязательно чайник с вкусным чаем и чашкой на специальной подставке в дальнем углу предвосхищая вопросы скажу что нет у меня не было таких случаев чтобы часть чаем какая-то случилась беда она прокинулась или что-то я заляпала вышивку я стараюсь максимально аккуратно все делать и поэтому у меня конфузов не было также слева от моего стола находится такая специальная тележка тоже такие всем известно и вот здесь вот сверху у меня сложены все мои процессы по папкам над которыми я дружусь и плюс маленькие сюжеты которые просто перед глазами чтобы я них не забыла и как только будет возможность взяла их в работу вот этого тележечка есть так дальше планшет за которым я все смотрю еще с ним немножечко отражаюсь привет здесь я смотрю во время процесса вышивания либо ролики на ю тубе либо я смотрю какой-нибудь сериальчик дальше уже привычное вам мое оформленное пространство где есть календарь где есть мусорничка вот сюда я скидываю все остатки ниток здесь на данный момент ножницы которыми я пользуюсь разные маркеры ручки и так далее для красоты несколько просто элементов и здесь у меня тоже есть вот иголки и пины это то чем я пользуюсь в работе ну и в принципе из такого чтобы я ну вот именно во время вышивания чем-то пользовалась у меня здесь справа это компьютер потому что нас такая не вывели с удаленной работы мы не работаем в офисе поэтому в рабочее время этот стол является моим рабочим столом и здесь у меня стоит компьютер потому что ну то есть меня компьютер стоит вот здесь когда работы но когда я не работаю я его переставляю вот сюда и он у меня вот здесь вот отдыхает и заряжается также здесь могут лежать какие-то ткани которыми нужно либо обработать либо там что-то с ними сделать эти ножницы пока здесь лежат я вам расскажу в серии о покупках что это за ножницы откуда они меня взялись провода зарядники наушники это мне от компьютера для работы нужно ну тут такое знаете рабочий момент вот и что еще и вот так вот я могу смотреть в окно на свои цветущие орхидеи есть так вот на окне ну тоже знаете без подготовки снимала здесь у меня игрушка для кошки потому что я ее сюда здесь прячу и когда кошка приходит со мной пообщаться я беру отсюда этот мячик и кидаю ей и интересно здорово и потом нет мячик забирают и сюда прячу до следующего момента как она ко мне придет ароматическая свечка просто для приятного запаха но еще у меня вот здесь вот заначка виде сухофруктов и орешков если мне захочется перекусить а там за заначкой спрятался медвежонок ну почему вот так вот меня выглядит мое рукодельное место моими глазами в моменты когда я вышиваю ну и в том случае если мне что-то еще понадобится время вышивания у меня есть тумбочка с ящиками где много-много всяких нужных мелочей органайзеры всякие шкатулки коробочки магниты у меня уже разные аксессуары ну я планирую все снимать подробно вам показывать ну допустим для dimensions я могу вот сюда залезть и достать игольницу с моими иголками когда мне понадобится и потом не знаю достать еще магнитных держателей если понадобится а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Прошел один день и один вышивальный вечер И я хочу поделиться с вами своим продвижением Я думаю, что сейчас будет череда роликов, которые будут постепенно приближать картинку к завершенной Потому что все, я не могу, я на финишной прямой, я не могу оторваться Мне хочется уже быстрее-быстрее вышивать только эту работу и завершить ее Такое приятное ощущение У меня сегодня было достаточно времени, чтобы повышивать в удовольствие Я очень рада И что мне удалось сделать? Значит, я завершила ракушку Со звездочкой очень долго сидела Потому что здесь очень много бэкстич Это тут все вот этими линиями оформлено Поэтому нужно было внимательно посидеть над этим элементом Белая ракушка сделана Мне очень нравится вот эта длинненькая пестрая ракушка Она просто такая классная Ой, вообще, как она мне нравится Вот эти тут тоже две ракушечки готовы И практически верхняя часть тоже такого гребешка здесь готова Так что мне осталось довышивать только справа еще уголок и внизу доделать Прям очень здоровый идет процесс Конечно, очень важно, если вдруг вы вдохновились, вдруг вы собираетесь вышивать эту работу Вот прям точно могу сказать, что вышивайте бэк сразу, постепенно Потому что его здесь очень много Он несложный, но его просто много Поэтому мне кажется, вариант Когда Ну, некоторые же вышивают полностью все крестиком Потом вышивают бэк Мне кажется, вот этот вариант будет достаточно хлопотный Потому что, ну, на второй этап, когда только бэк, остается очень много работы И, ну, это может оказаться монотонно, рутинно, скучно Там, как угодно можно назвать А если вышивать постепенно, то есть по элементам То весь этот бэк не напрягает и, ну, легко дается То есть я вот абсолютно спокойно обшиваю по одной ракушке Продвигаюсь и не испытываю никаких негативных эмоций Вот, сегодняшний вышивальный вечер еще Был так приятно украшен моментом Что, ну, мы в WhatsApp общались с Мариной И она как раз тоже сидела вот над этим процессом Ну, мы там на разные вышивальные темы обсуждали Марин, привет тебе, кстати Вот, и в какой-то момент, ну, было так, что мы прям друг друга вдохновляли на этот процесс Вроде как уже хотелось отложить Как-то там заняться чем-то другим А нет, опять вдохновение И все, опять вышивать, вышивать, вышивать Прям здорово Если бы было еще пару часов времени Может быть меньше То можно было и завершить совместную эту работу Но все Сейчас меня заберут Мы поедем на дачу И эта работа поедет со мной Музыка Разбавлю включение на тему вышивки Включение именно на тему дачи Покажу немножечко красоты для вдохновения Опять ветер Надеюсь, что все-таки не будет сейчас сильно заглушать меня Но ничего не могу с этим поделать Всю неделю очень сильный ветер здесь У нас расцвел Костра Дендерона Очень он нас радует Причем в этом году, вы видите, как обильно Он расцвел много-много-много красивых соцветий Такой яркий, насыщенный Вообще просто здорово Я рада, что он это сделал Как раз в эти дни Когда мы имеем возможность сюда приехать И полюбоваться на эту красоту Еще одна вдохновляющая меня клумба С синими цветами Уж простите Я не сильна в названиях Поэтому просто хочу показать Они вроде бы похожи на ирисы Но это какие-то очень высокие длинные ирисы Просто все это вот не я сажала Поэтому не знаю, как называются Они очень приятно пахнут Но, конечно, мне больше нравится Их цвет В боке такой синий Фиолетовый Тоже полюбуемся Я надеюсь, что вам слышно, птицы У меня такое настроение Что меня вдохновляет даже цветущий лук Посмотрите, какой он красивый Такие фиолетовые соцветия Такой светло-фиолетовый Ну да, сиреневый светло-фиолетовый Вообще такие красивые Классно Красота-красота Сразу хочется вышивать цветы Это, наверное, будет Небольшой спойлер На тему Моего ближайшего старта И моим лапочкам Анютиным глазкам На клумбе стало получше Они адаптировались Я их пересаживала Неделю назад И вот я уже вижу Что распустились новые цветы Я обещала вам показать Как устроено Мое рукодельное время На даче Ну, местом назвать Я прям не могу мест Специального места Ну, как я устраиваюсь Повышевать на даче Значит, мы приехали Очень-очень рано утром Практически с первыми лучами солнца Естественно, будет очень поспать Сейчас уже день Заниматься клумбами, грядками Жарко Сегодня хороший Такой теплый солнечный день Но вот поэтому я, конечно Села сразу же повышевать Потому что понимаю Что весьма вероятно Я за один заход Уже смогу завершить Свою работу с ракушками Когда теплая погода Я стараюсь устроиться Вышивать на улице У нас здесь Такая крытая беседка И очень похожим образом Выглядит Мое место У меня схема на столе Ножницы Щечек Крестиков Здесь я чашкой вынуждена прижать схему Потому что сегодня очень ветрено И у меня просто все улетает Поэтому у меня так по возможности Все здесь прижато Здесь вот ножницы прижимают Схему магнит Чашка с кофе И вот она моя работа Точно так же На столе Лежит И я вот сейчас буду вышивать При этом слушать птечек Дышать свежим воздухом Смотреть на цветы вокруг И Всячески отдыхать Ну конечно Мое рукодельное место Отличается от того Что в квартире От полным отсутствием Каких-либо аксессуаров вокруг У меня тут Ни мусорнички Ни ящиков Ни планшет Для меня Ютуб Вот Вот здесь мой Природный телевизор Смотрю Тут всякие бывают Птички бегают Котик выходит погулять Насекомые летают Стрекозы Бабочки Так что Вот так я вышиваю На даче Ну вот Повышивала еще Пару часов И перед вами Моя готовая работа Конечно Мне доставила Хлопот Правая ракушка Там оказалось Много нужно Менять нитку И Вышивать Там по 2-3-4 крестика Но не страшно Я с большим удовольствием Сегодня Поковырялась В этой части сюжета Потому что Уже знала Что финиш близок И меня это стимулировало На то Чтобы Активно Активно Все это Доделать Весь бэкстич Тоже Уже готов И На самый последний этап Я оставила Французские узелки Которые здесь есть В двух ракушках Сейчас покажу Значит Это Вот здесь И Вот в этой ракушке Я люблю Вышивать Французские узелки Поэтому Мне было Тоже Интересно Их покрутить Я Буду делать Еще Одно Включение На этой неделе С этой работой Потому что Хочется Подвести Итоги Вышивания Хочется Ее красиво Разложить Еще раз Обсудить Все-таки Этот процесс Как-то Подвести Итоги Показать Вам Остатки Ниточек Поэтому Сейчас Вот Такое Небольшое Включение Говорящее О том Что Я Завершила Работу Ну А потом Уже Когда Мы Сдачи Вернемся Домой Еще Немного Поговорим О ней У меня Грустная История Я Вам Показала Что Я Закончила Вышивать Ракушки Я Брала С С С С С С С С С Подумала Что Я Как раз Вышью Ракушки И Потом Повышеваю Вот Этот Наборчик Что Вы Думаете Я Для Того Чтобы Снимать Итоги За Май Доставала Из Упаковки Пластиковую Основу Чтобы Вам Показать Что Я Там Повышевала И Похоже Я Не Вернула В пакет Обратно Эту Основу А Вчера Когда Собиралась На Дачу Не Обратила На Это Внимание Просто С Чемоданчик В итоге Один Набор Закончен А у Второго Не Хватает Основы На Которую Вышивать И Все Кто Б Мог Подумать Что Надо Брать С С С С С С С С С Вообще Надо Конечно Мне Завести Какой Запасной Набор На Даче Потому Что У Меня Не Помню Прошлым Летом Или Позапрошлым Уже Был Такой Случай Когда Я Собиралась И Случайно Взяла Раму Сосновой От Одного Набора А Пакет Со Схем От Другого Набора И Помню Тоже Тогда Все Выходные Не Могла Вышивать Вот Сейчас Тоже Получается Что Сегодня Вечер И Завтра День Я Вышивать Не Буду Ну Значит Буду Заниматься Другими Делами Не Знаю Книжки Читать Отдыхать Видимо У меня Такой Вынужденный Перерыв День 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы вернулись с дачи домой и я хочу вместе с вами подвести итоги по процессу, который был завершен на этой неделе Речь идет о работе Seashell Treasures от Dimensions Это серия Gold Petit Работа, ворвавшаяся, не запланирована в мою ротацию Но я рада, что я это сделала, потому что я провела много приятных минут, вышивая вот эти вот все детали, элементы Очень хорошая, позитивная работа В комментариях под видео, где я показывала процесс, а также в инстаграме Вы мне говорили о том, что как-то раньше вы не то чтобы не замечали эту работу, вы замечали этот набор, работу, но не рассматривали, наверное, как процесс, который хотели бы вышить Но, видя мой процесс и слушая мои впечатления, вы начали задумываться о том, что может быть, повышевать И поэтому я решила сделать такое суммирующее видео, еще раз рассказать о своих впечатлениях по поводу этой работы Может быть, для того, чтобы помочь вам сделать выбор в пользу или не в пользу данного сюжета Значит, работа у меня получилась общим объемом на 4800 крестиков Обычно я считаю по 250 крестиков в час, значит, получается примерно 19 часов нужно потратить, чтобы вышить эту работу Ну, как распределить эти 19 часов, вы уже смотрите сами То есть можно вышивать, например, по 2 часа каждый день и закончить, например, за 2 недели Можно, как я, растянуть по чуть-чуть на 3 месяца, потому что я вышивала в апреле, в мае и в июне Ну, в большей степени, конечно, в мае и вот в июне Можно, например, не знаю, вышить за неделю, если задаться такой целью Ну, я к тому, что по объему крестиков эта работа небольшая Здесь, как уже традиционно в наборах Dimensions, происходит вышивка разными техниками Фон зашивается полукрестиками Также есть полукрестики внутри в ракушках Но преимущественно сами ракушки вышиваются крестиком И дальше начинается самое красивое Это уже оформление всех вот этих граней, деталей и так далее Это происходит линиями бэкстича В разное количество нити Здесь и в одну, есть и потолще где-то вот в две, в три И также здесь есть немного французских узелков Они вот в этой ракушке и вот в этой Как я уже упоминала, я бы, конечно, рекомендовала вышивать постепенно эту работу То есть завершая элементы, оформляя их бэкстичем Тогда работа идет очень легко Потому что, конечно, здесь очень много деталей И как-то одномоментно вышить весь бэкстич, наверное, будет скучно и неинтересно Но это зависит от того, что вам нравится Потому что, например, кто-то не любит французские узелки Я их люблю Кто-то любит бэк, кто-то не любит бэк Кто-то любит крест, кто-то любит полукрест Все мы разные, все мы вышиваем по-разному Поэтому тут уже смотрите сами, как вам комфортней Кто-то любит магию Dimensions Вышивая сначала все крестики-полукрестики И видя какое-то невообразимое месиво цветов А потом уже рисуя иголкой с ниткой на этом вышитом холсте Проявлять вот эти вот детали То есть тут по-разному Но, безусловно, работа интересная Она мне не показалась сложной Здесь есть несколько мест, где нужно ковыряться У меня была частая смена нити вот в этом углу В правом И вот здесь немножечко где-то Вот эта ракушка у меня легко вышивалась И, как я помню, вот эта тоже По-моему, вот здесь я немножечко еще повозилась тоже Звезда вышивается вообще легко Здесь тоже все было легко Здесь вот этой самой ракушки-то практически нет Потому что здесь несколько крестиков И вот за счет того, что просвечивает основа Ну, как-то вот мест таких, чтобы именно было хлопотно Здесь немного Но я вышиваю в несколько иголок Я все наборы Dimensions уже перестала вышивать в одну иголку Я для каждого цвета, для каждого сложения нити завожу отдельную иголку И меняю иголки А не просто нитку в иголке И считаю, что это очень сильно ускоряет процесс Схема, как обычно Черно-белая, символьная Ну, как черно-белая Черно-белая, красно-синяя Ну, схема Dimensions вы знаете 28 цветов Сейчас уже нитки показать не могу Потому что я их разобрала Я все ниточки Dimensions сохраняю себе на всякий случай Не исключаю варианта вышить какой-нибудь раритетный набор Подбором из ниточек Dimensions Но могу сказать, что в набор вложено достаточное количество Ниток можно не экономить Всего было в достатке И у меня ни одна нитка не закончилась раньше времени Еще раз покажу для сравнения, как выглядит превью И как выглядит готовый результат Ну, превью, конечно, немножечко засвечено Чуть-чуть все светлее выглядит В жизни это поярче Вот такая приятная работа Я очень вдохновилась темой ракушек в этом году Вот, купила этот набор И как-то так быстро начала Быстро закончила Ну, быстро имею в виду по ощущениям, да То есть я Когда было желание, когда были минуты повышевать Я брала эту работу И как-то у меня очень быстро этот процесс прошел Этот сюжет наполнен солнцем Наполнен запахом моря У меня до сих пор вот это ощущение Сбора действительно сокровищ Ведь напор уже называется Сокровище Сейшел То есть это Морских ракушек сокровища Не знаю, как-то Дословно не очень звучит Но смысл хорошо отражает Сокровище Содноморье Я это совсем уже вольный перевод могу сказать Действительно Когда Случаются поездки Куда-то на берег моря И ходишь По берегу Выискиваешь глазами В песке или в гальке Какие-то интересные камушки Интересные Ракушки Не знаю, вонки ракушек Все, что выносит море Я до сих пор Люблю так Погулять И пособирать Сокровища Ну На южные моря Я уже давно не ездила То есть больше для меня Речь идет о Морях Каких-то северных Но и там бывают Красивые находки Особенно Знаете, люблю, когда Нахожу вот стеклышки Которые очень долгое время Провели в море И они такие стали уже Гладенькие Неострые Синие, зеленые Красивые Я с собой ношу Всегда несколько Там или камушков Или там ракушечек Которые нахожу И всегда говорю Морю спасибо За то, что оно мне подарило Такую красоту И у меня Сейчас Есть полка В ванной Где лежит такая Большая корзина С ракушками Это ракушки Не которые я собирала Там разные Там что-то мне дарили Что-то я покупала Что-то находила Ну вот я как раз Сходила в эту корзинку Вот эти вот ракушки Оттуда взяла То я как-то Смотря на Это все У меня поднимается Настроение И еще вспоминается Как в детстве говорили Да, что в ракушке Море шумит Когда прикладываешь Ракушку к луку Там вот море шумит И как в том мультике Про Львенка и черепаху Помните? Море оно Нет, это не про львенка и черепаху Это в каком-то другой мультике Там, по-моему, типа Тушканчика кто-то был Там была вот эта фраза Помните? Море оно такое Оно такое Фух И вот это вот все Вот эти все мысли У меня Были Во время процесса Вышивания ракушек И поэтому Меня все это так вдохновляло безусловно мы с вами еще раз посмотрим данный отшив когда я буду вам рассказывать о итогах июня ну наверное для этой недели достаточно и пару вечеров дома которые я могла повышивать я занималась тем что строила дачу вновь не могу оторваться от этого процесса хочу его очень активно продвигать перед вами результат который у меня на данный момент и это уже 38 процентов вышитой работы то есть я уже все ближе и ближе к середине процесса а после этого уже микрос еще быстрее пойдет работа потому что когда уже больше половины вышита хочется быстрее быстрее завершать процесс продолжает быть легким интересным сейчас я занялась тем чтобы дошить эти вот не вышитые области то есть хочу вот как то так вот чтобы у меня линия прошла я занимаюсь тем что верхнюю часть я сейчас дошиваю кстати обнаружила сама у себя ошибку я невнимательно посмотрела в ключ и один цвет зеленый вот этот но здесь есть несколько похожих оттенков об этом я не могу точно сказать там сейчас не играть на схему сказать но еще вот такого оттенка цвета один здесь оказывается вышивается в две нити по у крестом и я как-то не заметила и по вышивала крестом но я посмотрела что это не сильно критично будет естественно сейчас это все распускать и перешивать я не буду но я хотела обратить ваше внимание на это потому что если кто-то вдохновился моим отшивом и вы будете смотреть что у меня получается просто имейте ввиду что у вас может быть чуть-чуть другой эффект потому что вы вышлите правильно по схеме полу крестом там где вышивается полу крест я вот ошиблась как я уже сказал я посмотрел проанализировала это не критично для сюжета поэтому я оставила как есть пусть будет крестиком ничего страшного я в этом не вижу ну и не так если мне не хватит я возьму из тех запасов которые у меня есть я риолис вышивала когда-то много до того как вела канал и у меня запаса не так риолис достаточно если что я возьму нужный цвет из той палитры который у меня есть меня пока на этой работе продолжают радовать цветочки но я уже близко к тому чтобы поменять оформление и на столе и аксессуары на этой работе потому что мне хочется вдохновляться уже темой ягод не уверена что настоящие ягоды еще скоро появятся на моем столе потому что что-то погода в этом году мне кажется никого особо не радует и наверное урожай будут позднее так хотя бы посмотрю на урожай на вышивке и я буду завершать эту серию будней неделя получилось насыщенная хорошая я повышевала достаточно разных процессов я очень довольна результатом надеюсь что следующая неделя тоже меня порадует потому что она отпускная я наконец-то могу отдохнуть надеюсь что будет достаточно времени повышевать и показать хорошие продвижения вам но я желаю вам хорошего настроения удачи успеха в том чем вы занимаетесь пока пока